Друзья, суровая жизнь, суровая жизнь, суровая жизнь, суровая жизнь, выносят в жизни коллективы. Я хочу сказать о том, что мы исчерпали все время, которое мы могли использовать. Но мы 5 часов нормально отыграли. Поэтому мы сейчас поработаем в сокращенной программе, но у нас же послушные артисты, они все делают, как говорит режиссер. Я не могу сделать так, чтобы мы не разошлись без нашей традиционной концовки. К тому же к ней все готовы. Все как бы сценические герои сейчас сидят на сцене, где нужно переходить. Все зальные герои сидят в зале. Все завсегдаты нашего зрителя знают, что мы всегда заканчиваем наш короткий блиц пятичасовый вечер мощным исполнением нашей любимой новогодней песни про то, как нехороших людей съели страшные серые волки. Вот. Значит, в зале есть люди, которые хорошо знают слова этой песни, а есть, которые не знают. Поэтому я думаю, что мы парочку экземпляров, чтобы не путать слова оставим себе, а все остальное раздадим в зал. Пожалуйста, будьте добры. Пожалуйста, будьте добры. Господа, выходите. В зал, в зал. В зал, в зал. В зал. В зал. В зал. В зал. Друзья. Я пользуюсь... 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 Пользуюсь Ведущего этой программы хочу заключение этого прекрасного вечера, настоящего прекрасного, сказать несколько напутанных слов, но вместо всех тех, кто вместо того, что мы должны были сейчас здесь все по очереди выступить, ну я буду за всех. Я очень хочу поблагодарить за этот прекрасный вечер всех тех, кто был на сцене и всех тех, кто был в этом зале. Я очень хочу поблагодарить Ольгу, которая сейчас героически представляет дуэт «Сыроежки» и поблагодарить ее под елкой к себе что-нибудь на память. Берите его. Принять участие в бар-кафе. Это было так здорово. И я сразу понял, что надо, 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 Леша. Спасибо тебе большое. Я попрошу поприветствовать вас с ним. Раньше была такая сказка. В моем детстве была сказка, наверное, никто ее в зале не знает. Губа-то не думай. Я себя нашел. Я буду стучать. Там же свечет там все. Была сказка про маленького черного самбо. У меня был такой мультфильм, вернее, диафильм детский. Мы его показывали. И, значит, там была какая-то идея, что маленький черный самбо, ну вот он, афроамериканец. 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 Да, значит, афроафриканец, наверное, все-таки. Значит, он как-то, значит, пошел в лес, и на него напали тигры, и он побежал. Не тигр, вы потом, какой-то, вы в Африке. Вы, значит, что-то они так бегали по кругу, бегали по кругу. Маленькие черные самбо, по-моему, залез на дерево, они бегали по кругу, и, короче говоря, испалились, и превратились, ну вот во что-то, в масло какое-то. Вот, и, значит, толстая такая вот бабушка этого маленького черного самбо сделала на этом масле очень много лепешек. И там, значит, рассказывают, кому лепешек досталось больше, тому берем меньше. Вот, и там концовка, я и рассказываю это исключительно из-за концовки. Но больше всего лепешек досталось маленькому черному самбо, потому что, если бы не он, не было бы самого главного, не было бы этой сказки. Так вот, я хочу сказать, что всю сегодняшнюю сказку своими руками сделала Маринка Маликова, которая, которая нашла наших сегодняшних гостей, понимаете? И я считаю, что ей нужны особые аплодисменты, потому что она при подготовке и проведении сегодняшнего банка-кафе проявила себя не только как талантливый исполнитель, и даже авто, а как опытный подъезд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Господи, что за люди, а? Ну дай мне эту колонку, свою железную, ну... Мы уже без тебя договорились. Всё, хорошо. Давайте сказать. Давайте. По цвету она больше подходит. Я хочу сказать спасибо всем, кто сидел в этой зоне. Потому что, ну, понимаете, пять часов петь песни не каждая компания сможет, даже у костра. Слушать-то? Да. Петь-то маску, слушать? Да, слушать это вообще. Я хочу сказать, что я думаю, что зал, который слушал, который где-то вздыхал, который смеялся, это самое главное, что было, потому что, конечно, ну, согласитесь со мной, я думаю, что настроение исполнителей очень сильно зависит от того, кому они поют и говорят, тем более в авторской песне, потому что, ну, есть много всевозможных разговоров о том, чем авторская песня отличается, там, не авторская и так далее. Да, у меня есть по этому поводу свое мнение, что если в неавторской песне люди поют некие произведения искусства, иногда даже очень хорошие, то авторские песни – это не произведения искусства, это события жизни. И мы делимся не, в общем-то, не надуманными какими-то вещами, а мы делимся, ну, некими сокровенными событиями и мыслями, которые навеяны нам нашей жизнью, нашими последними, а, может быть, какими-то отдаленными событиями. И, пользуясь правом предыдущего, я бы хотел, прежде чем мы споем песню, закончить это все, как это ни странно, или песней, стихотворением. Здесь в свое время был, в этом зале давным-давно выступал Лансберг. И он говорил о том, что вот, когда он уходит в горы, он сочиняет песню о море, песню о море, а когда он лежит на берегу моря, он сочиняет песню про горы. В частности, он сказал об этом, это она песня «Перевал». Он говорил, что он сочинил ее, будучи на море, вот, ну, это песня «Перевал», он звучит только ведь от горы, и у нашего города, здесь большинство ее знают. Вот, будучи один, во время отпуска, говорит такое, мне совершенно неожиданно пришло на область, сочинилось стихотворение, которое я пока никому не читал, то есть вообще никому не читал, только, так сказать, вот про себя, сейчас слова не забыть. Оно называется «Посвещение всем моим друзьям». Вот, то есть, многим людям, которые сидят в этом зале, оно адресуется. Короткое стихотворение, мне очень сильно затянем время. Мы прожили жизней пятьсот, беспечно, друг друга, вдруг в друга, врастая. История наша простая, казалось бы, раз – и замрет. Таких же, как мы, но других. Не хуже мы, но и не краше. И наша, прекрасная наша, ничуть не прекраснее, чем их. А нас не прознает музей. Но разве украсит музей безумные наши затеи, Приятели умных затей? Историки нас не найдут ни в нынешних днях, ни в прошедших. История – рай для ушедших. Живые, живущие, те, кто идут. Придут, заплетаясь в ногах. Стихи набивают от скуки. Идея греет озябшие руки. В таких же озябших руках. Мы прожили жизней пятьсот. И вышло, что это немного. И дальняя эта дорога. Все время куда-то ведет. Я хочу, пожелаю нам всем, Чтобы этот год принес нам новую, дальнюю, интересную дорогу, Которую бы мы прошли. И через год опять собрались здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ У хороших людей зажигаются яркие елки. У хороших людей за скалами тепло и светло. Нехороших людей. Смирь страшные серые волки. И следы тех волков. Новогодний футболь за милом. По веселой земле Ходят добрые Деды Морозы. Из огромных мешков Негрюрык на парад кидая. За зерны и пусами Сделались детские слезы. И на лапах, в лопах, Стоят и ярко горят. А я девистом и не то, чтобы я На шампанском обврызгали в цинчин. Произносит хозяин Научно-разбойничий тост. И сняется в ответ Со стены Леонардо да Винчи Словно самый ученый На этой темпе Дед Мороз. Расславляю тебя Новогодняя зерстая полночь. Квартина твои Мешуре конфетий и конфет. А когда мы встанем, Придет незаметно на помощь Незнакомого года Загадочный первый рассвет По плеснею и кучам Пора не напрягивши елки И свое отгости. Я на первой тройку сплету Нехороших людей. Смири страшные серые волки Озорожших людей Загадочный первый рассвет Всем здоровья! Дорогий наш вечер окончен. Дорогий сектор способен помочь нам очень быстро снести столы, вот куда скажут.